Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Вспомнить всё». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Призрак в успехах К 2029 году, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибертехнологиям, практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантанты, но кибертехнологии принесли и новую опасность для человека, стал возможным так называемый взлом мозга и ряд других преступлений, связанных непосредственно с ними. «Бегущий по лезвию» 2049 Продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию», действие которого разворачивается через несколько десятилетий. Весь себя 2015 года Один ученый нашел способ победить смерть с помощью имплантации своего сознания в молодое тело, созданное методом генной инженерии. Операция эта дорогостоящая и проводится подпольно, а поэтому доступна лишь ограниченному кругу лиц. Умирающий пожилой бизнесмен решается на это и получает возможность прожить еще одну жизнь. Однако, когда ему приоткрывается тайное происхождение нового тела, за ним начинает охоту секретная организация, которая не остановится ни перед чем, чтобы защитить свои интересы. «Обивион» Земля, пережившая войну с инопланетными захватчиками, опустела. Остатки человечества готовятся покинуть непригодную для жизни планету. Главный герой – техник по обслуживанию дронов, находит разбившийся корабль НАСА, команда которого погибает у него на глазах. Ему удается спасти лишь одну женщину, и вскоре он понимает, что это перевернет его жизнь. Элизиум, рай не на Земле В 2154 году существует два класса людей. Очень богатые, живущие на чисто созданной руками человека космической станции под названием Элизиум, и остальные, живущие на перенаселенной разрушенной Земле. Неизвестный В этом фильме рассказывается о мужчине, который после пробуждения от комы обнаруживает, что его личность присвоена другим, и понимает, что никто, даже собственная жена, не верит ему. И тогда, при помощи незнакомой молодой женщины-таксистки, герой стремится доказать, кто он такой. Начало 2010 года Кобб – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения. Он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного спионажа. Они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное – инициацию. Вместо идеальной кражи Кобба и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача – не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход, врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб. Линкольн 6 Эхо – житель на виду запического, но охраняемого поселения середины 21 века. Как и все обитатели этого тщательно контролируемого пространства, Линкольн надеется оказаться среди тех, кого отправят на остров. Якобы последнее незагрязненное место на планете, но очень скоро Линкольн обнаруживает, что абсолютно все, что касается его существования – ложь. Я – робот Действие фильма происходит в будущем, в 2035 году, где роботы являются обычными помощниками человека. Главный герой, полицейский, не переваривающий роботов, расследует дело об убийстве, в котором оказывается вовлечен робот. Речь идет о возможном нарушении закона о роботах. Робот никогда не поднимет руки на человека, что в принципе невозможно. Ситуация близка к катастрофической. Если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми. Тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов. Особное мнение. В 2054 год уже 6 лет существует особый предпреступный отдел. На основе психических технологий разработана экспериментальная программа, с помощью которой работники отдела могут узнать о еще не совершенном убийстве и арестовать подозреваемого еще до совершения преступления. Такая система осуждения преступников и предотвращения преступлений получает все большее распространение. Эта система работает идеальна. Но самое страшное начинается тогда, когда ты сам оказываешься обвиненным в еще не совершенном убийстве. Однажды руководитель предпреступного отдела Джон Андертон сам оказывается подозреваемым преступником. Он обвиняется в том, что совершит убийство человека, которого пока он даже не знает. Джон не верит в это, но теперь он выужден сам скрываться от своих коллег. Единственная для него возможность доказать свою невиновность – это показать, что новая программа допускает ошибки и отнюдь не так идеально, как этого хотелось бы многим. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!